Всем большой привет! Какой-то трэш-трэш-шоу. Я решила записать видос, но я уже третий раз не могу его нормально начать записывать. Сегодня я хотела поговорить о том, зачем я пытаюсь заниматься саморазвитием, зачем я пытаюсь это делать и так далее. Чисто моя мотивация. Где-то я читала фразу, что мы находимся в жизни на том уровне, на котором находится наше сознание. То есть, если переводить на более человеческий лад, это говорит о том, что мое финансовое состояние, моя семья, мои друзья, мое внешнее окружение, моя работа. То есть, все, что окружает меня вне, оно зависит от того, какой я внутри. То есть, как я решаю проблемы, как я выстраиваю отношения, как я общаюсь с другими людьми, как я отношусь к ресурсам, как... Ой, мамочка, я тут сижу напротив обычного окна, поэтому у меня будет так вот скакать, сейчас солнышко будет прыгать. Я надеюсь, это никого не потревожит шибко. Вот, то есть, напрямую внешние вещи зависят от того, какой я внутри. Вот. Раньше я как-то этому не придавала особого значения и жила на неком автопилоте, то есть, как меня там настроили, то, какой я родилась. Да, там, я верю в астрологию, например. То есть, я исходила из того, какой я, ну, скажем так, какой меня создала матушка природа. И максимум там, что мне там дали родители, внешнее окружение в детстве и так далее. То есть, какой-то такой вот, я не знаю, импринт, да, с самого детства. И я автоматически на нем жила, не пытаюсь ничего анализировать, понимать, разбираться, почему я тут так реагирую, почему я здесь так реагирую. И это продолжалось примерно до 25 лет, ну, когда я вот не столкнулась с тем, что, оказывается, это можно менять. Вот, менять, конечно, можно не так, что прям, да, хотя на самом деле можно менять на самом деле прям практически все, да, и смотря в какую сторону вы хотите меняться. Вот, это такая была, наверное, не знаю, вступление, вступление, зачем я вообще занимаюсь саморазвитием. И, к примеру, да, такой пример, не знаю, такой в моей голове, что, допустим, бомжу дать миллион долларов. Бомж не сможет распорядиться этими деньгами как-то более-менее здраво. Максимум, что он может сделать, это самое простое, это просто их потратить. Что он и сделает, да, скорее всего. То есть, распорядиться более мудро, более умно у него не хватает разума. Вот, то есть, если перенести эту ситуацию на любую другую ситуацию, то есть семью, дать, допустим, суперидеальную семью, скорее всего, если у меня внутри есть какие-то плохие качества, я как бы испорчу. Дать мне абсолютно идеальную работу, абсолютно идеальный бизнес, абсолютно идеальное окружение. Скорее всего, я своими качествами, да, то же самое, что бомж с миллионом долларов, да, он просто его потратит, там потеряет, раздаст, раздарит, там, в общем, он никак не сможет им воспользоваться. То же самое на все другие сферы. Если у нас нету разума, если у нас нету какого-то разумного подхода, мы просто все испортим. Это то же самое, что, если брать, допустим, несколько таких людей, да, которые обладают не очень хорошими качествами, да, нельзя построить качественный дом из некачественных стройматериалов. Это, допустим, в аналогии с семьей, да, нельзя взять двух больных людей и создать здоровую семью. Я, может быть, четко-то пессимистично говорю или немножко утрирована, или немножко, как вы знаете, так отречена от жизни, да, может быть, кто-то со мной будет однозначно не согласен. Но я проследила эти какие-то закономерности, что действительно каждый человек вносит то, чем он сам является. И если у него есть какие-то хорошие качества, он привносит эти самые хорошие качества. Если у него есть плохие качества, он их тоже привносит. И очень часто плохие качества доминируют. Это то, что тоже, как бы, ну, не знаю, печально это факт, ну, в смысле, печально, не печально, да, это просто реалии наших дней, да. Поэтому у нас много разводов, у нас много скандалов, у нас суды бесконечные у всех и у вся, у нас конфликты, да. Человеческое слово ничего не стоит в этом мире, даже там договор бывает ничего не стоит, да, условия не выполняются, все люди ругаются. То есть есть такая тенденция. Вот, можно быть страусом и закопать голову в песок, а можно быть реалистом и посмотреть в окно, да, и это как бы увидеть, что маломальские какое-то количество людей, объединяясь, появляются конфликты, какие-то раздоры, там, что-то не получается, да. И очень все порой с трудом двигается, да. Повезло тем, у кого все идеально, все по маслу на протяжении всей жизни, вот. Но, как правило, в большинстве своем, да, это некое такое сопротивление, то есть всегда есть какое-то сопротивление. А, так, я потеряла немножко линию своего рассказа, мне надо реально делать какой-то конспект. Вот, в общем, для этого я занимаюсь саморазвитием, потому что я поняла, что, допустим, внутри меня есть качества, которые способствуют, там, конфликтам, ссорам, там, не знаю, там, обидам и так далее. И я поняла, что, оказывается, это все можно менять. Вот, это такой важный момент. И я поняла, что менять надо, то есть ориентироваться надо именно на сознание. То есть не на образование, не на мой внешний вид, как я выгляжу, а именно на сознание. Кстати, здесь нам, я хотела сказать, что для меня лично сыграло огромную роль искусство, то есть рисование. Не знаю, как это работает, но с тех пор, как я рисую, я рисую уже около, ну, то есть профессионально около 6 лет. Я пыталась вчера подсчитать, сколько же я уже стоками занимаюсь, с 2014 года, 6 лет. А рисую я, наверное, с 2009 года. То есть на протяжении вот 10, да, 20, и, боже, сколько, 10-11 лет я занимаюсь какой-то графической деятельностью. И я заметила, что сейчас я, знаете, лучше чувствую цвета, лучше чувствую форму и как-то лучше чувствую такое ощущение, что пространство. Ну, я не знаю, как это объяснить словами, но я заметила, что у меня как бы поменялось восприятие мира. Я это как бы не специально делала, это само собой. Это, кстати, тоже в копилочку того, что меняется абсолютно все. Можно поменять абсолютно все, даже такую, казалось бы, незыблемую вообще субстанцию, как восприятие мира. Мир материальный, ни для кого это не секрет, да, то есть я там силой мысли ничего поменять не могу. Но из-за восприятия, то, что мы воспринимаем, как мы воспринимаем мир, да, это вот эксперимент проходили, что эксперимент зависит от самого эксперимента и от того, кто за ним наблюдает. Вот, то есть итог эксперимента на самом деле зависит не только от того, что происходит на сцене, ну, это физики там рассчитали, да, а от того, кто смотрит вообще на эту сцену. То есть от нашего восприятия жизни тоже очень много зависит. Боже, видео будет совсем абстрактное. На самом деле моя главная была мысль вам, если честно, такая долгая предыстория. Я хотела сказать отличие, какое я заметила восточной религии, например, и западной религии, да. Для меня это важно, для меня это вдохновляет, и я хочу об этом поделиться с вами, опираясь на то, что я выше сказала, да. То есть это не пустое колебание воздуха, то есть сознание это очень важно в жизни. Итак, как я заметила, да, есть два аспекта, которые признают более-менее все религии, да. То есть есть душа, есть тело. Итак, я заметила, что на Востоке, на Востоке есть такая тенденция, что основой идет то, что я душа, я душа, и у меня есть материальное тело, и после смерти, да, тело уйдет в землю, тело умрет, а я уйду куда-то в другой мир. Это восточная интерпретация. Западная интерпретация говорит немножко по-другому, да. Я есть тело, и у меня есть душа, и после смерти я умру, потому что я тело, а моя душа куда-то там уйдет. Вот. То есть две, по сути, противоположные, как мне кажется, тенденции взгляда, да, на одно и то же. И на самом деле, исходя из того, какая философия у человека, либо западная, либо восточная, он на самом деле из нее делает выбор, принимает решения, как бы живет и так далее. Потому что, ну как бы, как я, да, заметила, если, допустим, мы живем по западной концепции, да, я есть тело, у меня есть какая-то там душа, после смерти, значит, я умру, а душа куда-то уйдет в другие миры, то я действительно, у меня только одна жизнь, потому что у тела реально только одна жизнь, оно как бы создалось из земли и в землю уйдет. У меня только одна жизнь. Живи одним днем ни в чем себе не отказывай. То есть отсюда вытекают все-все-все-все-все концепции, которые связаны с наслаждением, не парься, там, лампочка выключится, потому что действительно для материи лампочка выключится. Материя, как я поняла, ни в одной религии материя, как таковым сознанием, не обладает. Это просто энергия, ну как бы, если вы верите в Бога, то божественная энергия, да, она все-таки создана кем-то, либо от большого взрыва, то есть она создалась сама. Ну то есть здесь уже, как бы, то, во что вы верите, да. То есть как бы и то, и то нельзя проверить, и то, и то мы никак не можем, по сути, объяснить, поэтому, как бы, здесь кто во что гораст. Но факт остается фактом, что если идти по этой концепции, то есть я есть тело, и у меня какая-то там есть душа, непонятная субстанция, которую ученые так и не нашли, то есть я живу, как бы, телом, телесная концепция у меня превалирует, я не акцентирую внимание ни на каком особом сознании, я живу просто вот чисто, ну, не выживанием, а оперируюсь вот этими вот базовыми, как бы, базовыми потребностями, да, можно даже по маслу назвать, то есть это безопасность, это развлечение, ну, или социальная потребность, это уже, по-моему, второй уровень, да, значит, семья. Ну, в общем, вот, то есть это какие-то там первые там два, что ли, вот уровня по маслу, то есть выше я не иду, выше там уже какие-то там идут духовные потребности, там самореализация, самореализация, понять, кто есть я, что-то такое, да, то есть что-то такое, что уже необъяснимо первой, да, вот материальной концепцией, да, то есть если что есть я, да, то есть тут идет я инженер, я там плотник, я мужчина, я женщина, я там красивая, я некрасивая, то есть какая-то все равно описание физиологии, вот, то есть в любом случае каких-то либо физических качеств, либо физических достижений, то есть то, чем я проявил себя в этом мире. Это вот западная концепция. Если мы возьмем восточную концепцию, которой я совсем недавно начала увлекаться, да, там идея реально другая, то есть они исходят из того, что, ну, как бы, кто верующий, да, вот тоже важный момент, потому что там тоже не все верующие, там тоже уже, как бы, запад проник и туда, и восток проник, то есть все смешалось. А, то есть, ну, как бы, возьмем основу, да, что на востоке я есть душа, то есть я есть нематериальное существо, и я себя именно ассоциирую душой, и у меня есть тело, есть реинкарнация, душа вечна, да, вот все религии тоже, кстати, в этом согласны, душа есть вечно. Просто проблема, с чем я себя отождествляю, да, то есть с чем я себя реально считаю, вечной душой или смертным телом, вот. И, значит, на востоке я есть душа, я меняю тела, есть реинкарнация, есть перерождение души, там есть там, я не знаю, там души без тела, то есть и кто в лес, кто под рова, то есть там огромнейшая какая-то философия наука, там можно просто уйти и не вернуться, читая все эти книги, то есть там именно в этом направлении идет развитие. Вот, и исходя из этого, естественно, меняется жизнь, да, то есть если я понимаю, что я вечная душа, да, я уже думаю, как бы мне так жить, чтобы реально быть вечным, да, не перерождаться, не возвращаться снова в материальный мир, там, не становиться там душой без тела, а реально уйти туда, где живут эти самые чистые души, там, как говорил Иисус в Царство Божье, то есть где это, да, и начинается жизнь немножко другая, в плане я начинаю искать вот то самое нематериальное начало. И, соответственно, я уже не так сильно бегу за какими-то материальными ценностями, я уже не так сильно парюсь там, покушал я, не покушал, что именно я покушал, какая именно у меня одежда, где именно я живу, сколько именно я зарабатываю денег, потому что я акцентируюсь на другом аспекте, да, то есть я акцентируюсь именно на том, что я душа, а тело просто для моего существования в этом мире. То есть не обесценивание, обесценивание тоже не самая лучшая идея, как я поняла, это избегание, да, вот когда мы обесцениваем, живя по восточной традиции, обесцениваем тело, это скорее избегать от ответственности, там, избегать от реальности, ну и какая-то такая, знаете, я не могу решить какую-то проблему, и я просто сделаю вид, что она для меня не важна. То есть, ну какая-то такая идея, знаете, позитивного избегания, короче, это не совсем здоровая история. Вот, а я говорю именно про какую-то такую здоровую историю, ну, по крайней мере, в потенциале, вот, что делать акцент именно на вечную какую-то составляющую и просто поддерживать временную составляющую, вот. И, честно говоря, вот до 25 лет я склонялась к западной модели жизни, то есть я есть тело, ничего не знаю, лампочка выключится, я умру, короче, не шибко парилась и жила как бы автоматически. Вот, девиз Кока-Колы, да, живи одним днем, не дай себе засохнуть. Вот, а после 25 лет, когда я начала реально интересоваться восточной, я поняла, что мне она ближе, да, вот как бы говорят там индусы, не индусы, там, что ты индус, там, восточной философии интересоваться, я поняла, что она мне реально просто как-то ближе. Может быть, период такой, может быть, сейчас, может, потом все изменится, но там вот действительно притягательная вот эта вот концепция, что я есть душа, а не тело. И мне это почему-то так резонирует. Знаете, еще там всякие практики, я уже не знаю, чьи там, даосские, недоосские, там, сидя в темной комнате с закрытыми глазами, как ты понимаешь, что ты здесь есть. Вот эти вот все практики, да, такие немножечко, не знаю, эзотерические. Или там, как я читала Бонн, да, в Китае раньше была философия Бонн, она тоже сейчас уже, к сожалению, не практикуется, ну, где-то там практикуется, конечно, но не широкими массами. Тоже я там читала такие эксперименты, там, если там ты хочешь именно получить, да, там, инициацию у учителя, какая-то там такая философия. И, значит, там один пример описывался, что учитель тебя закапывает два метра под землю, трубочка там какая-то, чтобы ты дышал, и сутки, сутки ты проводишь под землей два метра. То есть тебя, грубо говоря, похоронили. И какое-то должно произойти переосознание, да, что материальное тело моё, мол, вот умерло, а я вот как бы остался жив. И когда должно произойти вот это вот, знаете, растождествление, растождествление себя и, как бы, либо себя и материи, либо материи и духа, ну, то есть там вот это вот, кто во что горад. Да, то есть такие эксперименты там проводились, вот. Вот, и много чоу-бон было, вот. Но это, конечно, уже направлено на реальное отречение от жизни, то есть это уже касается тех людей, которые уже не будут больше жить материальной жизнью. То есть у них нет семьи, у них нет там работы, у них нет там кредитов, ипотек, ответственности. То есть это люди, которые уже при жизни хотят уйти на тот, ну, как бы, вот, осознать что-то другое, да. Так же жили все святые, там, допустим, взять мать Терезу, да, она не жила материальной жизнью, она просто помогала больным, бедным в той же Индии, и она так закончила свою жизнь, да, она не ориентировалась на материальную жизнь. Так же жил святой Лука, о котором я говорила, да, там в прошлом своём видео. То есть если, Серафим Саровский, да, то есть он тоже ушёл в скит, насколько она, 7-8 лет в лес, да, пока не произошло вот это вот растождествление. Ну, вот, в общем, многие религии говорят растождествить себя и материю, но это, конечно, уже такой монашеский уклад жизни, он не для семейных людей. Но мы как бы возьмём в сам Цимис, да, я обычный семейный человек, у меня нет никаких таких замашек, вот, но сам Цимис возьмём, то лично для меня, вот я, да, допустим, вот мне скажи, выбирай, не то там, не ориентируясь на то там, где я родилась, где я родилась, где я родилась, где я родилась.